Как давно я здесь не был, упаду на траву, гляну ясное небо и пойму, что живу, небо в колокол гряне. Переклассировали, полностью уничтожили. Не показал этот боксер абсолютно ничего. Я, если честно, думал, что хотя бы конкурентным он этот бой сделает. Ничего подобного. Весь бой на задней ноге. Весь бой на задней передаче. Весь бой никакой защиты. Весь бой медленнее. Весь бой не пытался идти ва-банк. Весь бой не пытался выться. Я не знаю вообще, если честно, что пытался сделать Бориос. Если мы берем Бориоса карьеру, было в принципе все понятно. Еле выиграл Батыра Ахмедова, который шел на него впервые в жизни, идя вперед на соперника, хоть с каким блоком, еле вывез его Марио Бориос. И проиграл нокаутом малышу абсолютному Джеронте Дэвису, который точно так же медленно с блоком, хоть с каким, шел к нему с ударами. Все. Все. То есть Турману ничего не надо было изобретать. Не могу сказать, что Турман как-то прям прессинговал этого бойца. Турман его победил на дистанции в основном. То есть в стихии Бориоса. То есть это говорит о чем? Что Бориос это боксер. Ну вот. Вот который в первом полусреднем весе, когда он был, за счет того, что он фрик. Смотрите размеры его. Он больше Турмана. В 66 он больше Турмана. А в 63 представьте, насколько он был крупнее боксеров. За счет того, что он фрик, на дистанции кое-как выигрывал бои. Попалась вот нормальная ситуация, нормальный боец, нормальная антропометрия. Сразу мы видим, что он ни о чем. На дальней дистанции, в отходе, проигрывает эпизод за эпизодом, раунд за раундом. И ладно бы он, знаете, проигрывал просто по очкам. Так Турман его цеплял силовыми ударами и потрясал. То есть если бы Турман работал агрессивнее, он бы досрочно выиграл бой. А так Турман спокойно, знаете, на дальней дистанции, боксируя из центра ринга, поддавливая чуть-чуть из дистанции. Где-то чуть-чуть двигаясь назад. Ну, не было ближнего боя в этом бою. Полностью разобрался с этим Бориосом. Ничего, никаких шансов ему не оставил. Что можно сказать по Турману? Ну, я не могу сказать, что он в какой-то суперкрутой форме. Просто если мы берем его бой с Мэнни Пакияо, Мэнни Пакияо показывал зубы. Поэтому вот он прям хотел выигрывать. Он кидался. Ну, у него стиль такой. Кидаться, бить, тупые вот эти удары, миллион ударов в никуда, попаду-не попаду, на скорости. Ну, Пакияо, сами знаете, такой вот бокс. Прям видно, что вот боец не мастер. Боец просто функциональный и заряженный побить тебя. Все. А так вот, как боксер, как мастерство, какого-то работы в ближнем бою, в агрессии на ближней дистанции. Вот этого всего Пакияо никогда не было. Но за счет этого он Турману создавал проблемы. Бориос даже этого не делал. Бориос пытался с дистанции, с безопасного расстояния, в максимальной любительской манере перебоксировать. Ты там где-то стой. Я буду что-то вот выкидывать ручки вперед, касаться и уходить сразу. Мне ничего, а ты вроде какой-то ущерб получил. И я как бы, не заплатив ничего в ринге, ничего в ринге не заплатив, получу победу. Нет, так не бывает, дорогой. В ринге надо умирать. Умирать ради самого слабого бойца, с которым ты вышел. Только так становятся чемпионами. Все остальные боксеры должны быть изгнаны из бокса, которые хотят на тихой волне. Легонечко, кубинцы, знаете, мерзость. Вот он пытался что-то подобное исполнить, и с ним Турман разобрался. Касательно будущего Турмана. Ну, смотрите, если понятно, если ему сейчас дать реванш Пакияо, конечно, он выиграет. Но тут из возраста Пакияо дело. Говорить о боях с Энисом, там, кто там, Кроуфорд, Угас, я не знаю, Станионис, Бутаев, Верджил Ортес, Джаран Энис, мне кажется, этих людей он не выиграет. Потому что они с ним будут не на дистанции работать. Они все поняли. Они поняли, как его бить. Они знают, как его бить. Он когда был на пике, он не выиграл. Шел на Портера, понимаете? И вообще маленького, вообще не бьющего бойца, просто навязывающего ближний бой. Вот так Турмана и побеждать. И Бариус лишний раз показал, что даже если с Турманом выходит боксер дистанционно максимально слабый, которого Турман даже потрясает, Турман не будет вот эту дальнюю дистанцию на что-то менять. Он будет работать с нее, и все. Что-то прыгнул, попал, отскочил, прыгнул, попал, отскочил, дернул, там, ткнул. Где-то на среднюю зашел, раз, два, три, ушел в сторону. Не более того, больше ничем Турман не выделяется, и никогда и не выделялся. Руки у него не длинные. То есть, рейсинговать его, обходя прямые удары, можно. Бить на ближней дистанции, можно. Ронять, можно. Побеждать, можно. И вот эти вот люди, которые хорошо работают на ближней дистанции, которые сейчас все работают с Блоком, Спенс, Станионис, Бутаев, этот, как его зовут, Джарен Эннис, Вирджил Ортиус. Конечно, они все его разобьют. Ну, как я и говорил, Турман это скальп. Турман в этом бою, он вернется, станет скальпом таким красивым. И все, и все. Поэтому прогноз зашел, Турман победил. Что сказать, любительский бокс американского плана мы с вами посмотрели.